Всем привет! Совсем-совсем скоро наступит новый год, Рождество, и я просто не могу не поделиться своей самой-самой любимой рождественской книгой, которую когда-то купила на Амазоне абсолютно, ну, совершенно за небольшие деньги. Я очень ждала, когда же она ко мне придет, и когда она пришла, она превзошла все мои ожидания. На самом деле книга достаточно объемная, увесистая такая, очень толстая, и, наверное, на мой взгляд, единственный недостаток этой книги – это мягкий переплет. Почему? Потому что такую книгу хочется передавать своим детям по наследству, хочется передать, может быть, когда-нибудь даже своим внукам, и она определенно должна была бы быть в твердом переплете, чтобы быть, так сказать, более долговечной и в более хорошем виде внешнем, потому что все-таки обложка очень страдает, и при таком переплете странички, в общем, уже начинают пошатываться. Чем меня привлекла эта книга? Я очень люблю серию книг от Кузбери Пачи, это книги, которые очень популярны в Америке, и просто загуглите и посмотрите, у них особое оформление, в них очень часто можно встретить рецепты хозяек со всей Америки, которые присылают свои любимые семейные рецепты, и, ну, определенно, мне нравится эта кухня, мне очень нравится эта выпечка, и мне нравится такой подход к подготовке к праздникам. Эта книга полна идей не только рецептов, но это такой настольный календарь, наверное, по подготовке к праздникам в целом. Очень много идей по декору, по подготовке подарков, упаковке подарков, по крафтовому такому, по, в общем-то, всяким мелочам, по творчеству. Здесь и вязание, и вышивка, и скраб, и куча-куча всего, чем можно заняться с ребенком, и что приятно делать в кругу семьи, и на каникулах, и в выходные, и в долгие, долгими зимними вечерами, и чем сопроводить это все в плане еды, напитков и сладостей. В этой книге есть все. Здесь очень много идей, которые вы можете почерпнуть, и, ну, на многие-многие годы здесь каждый раз я листаю просто эту книгу, ой, простите, она у меня уже несколько лет, но каждый раз я нахожу что-то, чего не видела раньше, что меня как-то в этот момент задевает. Вот в этом году, наверное, очень актуален год собаки, поэтому вот такая могла бы быть елка, с косточками, с ведерками, с косточками, с бантиками, с вот таким очаровательным котом или песиком, то есть такая тематическая елка с фотографиями любимцев домашних. Здесь, в общем, если вот так полистать, это просто нужно показывать, потому что пересказать это все невозможно. Мне нравится хаотичное расположение здесь всего, здесь все как-то вперемешку, и идеи, и декор, и рецепты, и... задеваю постоянно... и рецепты, и идеи подарков, и идеи украшений, и подделок с детьми, и вот такие сноски часто бывают, шрифт иногда отличается, такие какие-то вот рисуночки от руки очень прикольные. Ну, в общем, это характерно для книг вообще этой серии. Если вам попадется, может быть, другие издания за другие года, берите не раздумывая. Здесь рецепты, которые универсальные, они годятся вот такие, например, лимонно-апельсиновые булочки, они подходят для любого времени года, и прикольный чехол вот на чашку, как украсить свой свитер, как сделать елочку из бумаги, рукавички на елку, как плед переделать. Короче говоря, здесь просто адвент-календарь, масса, масса идей, это просто нужно часами можно листать и наслаждаться. Вот эта книга у меня всегда на прикроватном столике в зимнее время, и я наслаждаюсь просто вот этими идеями. Кое-что, естественно, отсюда можно взять на вооружение и, конечно же, воплотить с малышом или самому, или для любимого, или в компании любимого. В общем, все что угодно. В конце здесь есть вот такая вставочка, куда помещены все-все шаблоны, которые вам нужны будут. Их можно будет перевести на кальку или на бумагу обычную А4, и дальше же потом с ними работать. Все, что вам нужно, все это здесь вот и есть. И в конце тоже инструкции, как шить, какой шов. Если вы даже никогда не держали в руках, никогда там не шили за швейной машинкой, то, в принципе, обычная иголка с ниткой. И подсказки, которые здесь есть, вам помогут сделать какую-то милую такую вещицу, которая будет приятна ее получателю. Как видите, просто море всего. Если вам нравится такого плана книги, обязательно ставьте пальчик вверх. Я покажу вам другие книги из этой серии, которая у меня есть. Есть еще книга, которая очень долго уже висит у меня в хотелках. И я думаю, что цена на нее, к сожалению, не падает. Уже несколько лет не падает. Но я все равно ее куплю, потому что, ну, эти книги, они стоят того. Правда. Вот такая вот замечательная, классная книга. Надеюсь, мне удалось передать хотя бы немножечко, почему она мне так нравится, за что я ее люблю. Ну, в общем, как-то так. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Всем пока.